Доброе утро, с вами Авиэр Станкевич. Сегодня у нас 29 каст нашей ежедневной утренней передачи, которая называется «Завтрак с Библией». И хочу сегодня так коротко засвидетельствовать то, что произошло вчера. Вчера у меня весь день ужасно болела спина. Дело в том, что я в последнее время занимаюсь очень сильно своим весом. И, видимо, потому что вес снизился, положение спины меняется, и спина реально очень болела. Особенно ночью перевернуться сбоку на бок, а то нужно было сгруппироваться как бороцу для того, чтобы эти боли в спине, в пояснице не мешали переворачиваться сбоку на бок. И на служении вчера я с трудом простоял служение, потому что я участвую в служении, так сказать, активно. Я простоял служение почти все прославление и потом переводил на сцене с русского на иврит. И было очень реально тяжело отстоять весь вечер. У меня очень болело спина. Настолько болело, что я после служения просто сел и почувствовал, что я не могу встать. И на этот момент, как бы, ну, можно было, конечно, продолжить ждать до вечера, прийти домой, съесть таблетку. Но у меня как-то так промеркнула мысль. Все-таки Дух Святой работает и ведет нас. В пятой главе послания Якова написано, в 15 стихе, в 14 стихе. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его юлеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. И я попросил пастора нашего и еще одного служителя помолиться за мою спину, потому что, ну, реально, просто боль такая была, что не стоять, не сидеть я больше не мог. И буквально в конце этой, может быть, полминутной молитвы я почувствовал, что, во-первых, у меня не болит спина. Во-вторых, я могу спокойно нагнуться и разогнуться. И сегодня ночь я, наконец, за последнее время спал без того, чтобы просыпаться на то, чтобы перевернуться сбоку на бок, потому что у меня реально не болела спина. И вот это вот откровение, которое у меня было вчера по поводу попросить помолиться, я думаю, что мы очень мало места уделяем молитве именно в вере. И мы по большей части надеемся на людей, на таблетки, на медицину. Я не говорю, что этого всего нужно избегать. Конечно, медицина тоже от Бога, и Бог исцеляет нас с помощью медицины. Но я думаю, что если мы действительно, как вы писали, болен ли кто из нас, мы можем в первую очередь поверить и понадеяться на работу Бога в нашей жизни, на работу Святого Духа в нашей жизни. Потому что Господь может все, нет ничего невозможного для Бога. И подтверждением того была вчерашняя полуминутная буквально молитва в вере нас троих. То есть я, как человек, который попросил молиться, и два Божьих мужа, которые молились за меня, они исцелили меня прямо на глазах. То есть Господь совершает чудеса каждый день, Господь совершает чудеса в жизни каждого из нас, но чудеса совершаются именно там, где в них верят. И вот эта вот милость Божья, это сила Божья, проявление целебной силы Господа, она проявляется именно там, где мы немощны, там, где мы хотим прийти к Богу и сказать, все, без тебя больше не могу. И в вере молиться, в вере просить. И написано там, где двое или трое собраны во имя Господне, там Он среди нас. И написано также, что любое желание, которое будет произнесено во имя Иисуса Христа и произнесено в вере, будет исполнено, понятно, если оно не расходится со Словом Божьим. В данном случае это было по слову, и поэтому такое чудо произошло. И я хочу благословить вас, не забывайте молиться за своих братьев и сестер, не забывайте молиться за нуждающихся в этом, не забывайте молиться о больных, возлагайте руки, молитесь в вере, и Господь эти молитвы слышит и исполняет прямо сейчас, немедленно, потому что Господь способен делать все прямо сейчас, немедленно, по Слову Своему. Вот то, что я хотел вам сказать сегодня, для меня это было реальное свидетельство, а не свидетельство, вот я не имею права, и хочу пожелать вам хороших выходных, благословенных служений, у кого они сегодня и завтра. И спросите, может быть, кому-то нужна молитва, молитва праведника в вере, она исцеляет всегда, в любом случае, я убеждаюсь в этом уже неоднократно, и вот в этот раз убедился еще раз на себе, чего и вам желаю. Всем хорошего дня, смотрите нас каждое утро, кроме четверга, в 9 утра по Израилю, обычно мы выходим в эфир или в 10 по Израилю, в зависимости от дня недели, и наши записи смотрите как на Ютьюбе, так и на канале Блаб, подписывайтесь на канал, не пропускайте наши передачи. Спасибо вам за внимание, с вами была Вера Станкевич, и завтрак с Библией. Пока. Спасибо.